80 лет инвалиды. Как будут ходить? Заснеженный, а под снегом лёд. Не пешеходная дорожка, а сплошной каток, а поверх, да, ещё и снежная каша. Это Вишневского. Даже центр Казани потерпел коммунальное фиаско. Сначала таяло, потом заморозило, потом снег навалило. Колдобины ходить невозможно. Там будка хлебочная. Значит, туда ходит, за молоком ходит. Ну, невозможно. Ни один день даже не заглядывали туда коммунальщики. Жители 53-го дома по улице Вишневского, говорят, дворника ни разу не видели. Только в их высотке живут 27 пенсионеров. После перепадов температуры над жителями нависли и сосульки. Этот двор остаётся оторванным от коммунальщиков. Если дорожная техника и проезжала, то только по ограниченной части дорог во дворе. Здесь её точно не было. Здесь вот видно, что что-то чистили, но под ногами остаётся лёд. Это копыты у меня в специальном магазине продали. Я купила, вот что-то не скользило. Это уже лайфхаки от местных жителей. Когда умирает Надежда, на ботинки вставляют шипы. И так пешком по всему центру Вишневского, Достоевского, Амирхана, Яники. Почтальон Сакинахалилова скользит каждый день. Вчера 4 часа пришла оттуда, ели-еле. Шаг вперёд, два назад. Внизу лёд, наверху снег. Вдоль дороги, вдоль улицы. Эту часть убирает горвод Загинхоз. Но я думаю, они работают в том же режиме, как они. Когда мы убираем, да, народ спят. А режим, говорят Авральной, дворников не хватает. Администрация Приволжского и Вахитовского районов утверждает, что в такой снегопад все силы брошены на магистрали. Только у юристов свой ответ. Ни погода, ни оправдание. При выпадении каждых 5 сантиметров снега коммунальные службы должны выходить и очищать как дороги, так и тортворы. Ужасно во дворах. На центральных дорогах даже не справляется. А то, что о дворах говорить. Центр города пообещали привести в порядок уже завтра, после того, как уберут главные столичные дороги. Альбина Минебаева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова